Приветствую, дорогие друзья! С вами Павел Дугин и Falcon Eyes. Сегодня мы поговорим о световых схемах и светоформирующих насадках. Павел Владимирович, я знаю, насадки бывают мягкого и жесткого света. Да, все верно, коротышка. Ты слишком молод. Это отсылка к фильму Индиана Джонс «Храм судьбы». Ок, посмотрю. Итак, насадки бывают мягкого и жесткого света. Они, в свою очередь, делятся на савбоксы, фотозонты, портретные тарелки, сферические рассеиватели, рефлекторы, сотовые насадки, шторки, цветные фильтры, конусные насадки, оптические насадки, отражатели. Они, в свою очередь, могут различаться формой и размерами. И у многих есть свои названия. Но суть их сводится к одному – создать необходимый для фотографа светотеневой рисунок. Будь то предметная, портретная или любая другая фотография. И причем, эти насадки могут друг с другом сочетаться. К примеру, моделирующий может быть мягкий свет от софтбокса. Рисующий – жесткий свет от портретной тарелки. Рисующий, моделирующий, Павел Владимирович, я не в теме. Прости, забежал вперед. Итак, насадки жесткого света, как ты понимаешь из названия, дают жесткий свет на объекте съемки. А насадки мягкого света – мягкий. Жесткий свет дает резкий контраст между светом и тенью, в то время как мягкий свет дает мягкую тень. Плавный градиент от темного к светлому. Я понял, регулировать жесткость света помогают светоформирующие насадки. Да, все верно. А теперь поговорим о постановке света, расположении источников, используемые светоформирующие насадки. Все это инструменты для воплощения вашего творческого замысла. Рисующий свет, он создает основной светотеневой рисунок. Заполняющий, заполняет тени от рисующего света. Моделирующий, отделяет модель от фона. Контровой, подсвечивает контур модели. Фоновой, подсвечивает фон, создает объем и пространство между передним и задним планом. Количество источников может быть разное, тип насадок и их применение тоже. Например, сейчас я поставил на вспышку Falcon Eyes Phantom 600 HSS рефлектор со шторками и сотами. Рефлектор светит мне на плечо и создает моделирующий свет. Лицо мое в тени, но я бы хотел, чтобы на лицо мне падал мягкий свет. Поэтому мы используем софтбокс для создания рисующего света. Какой маленький софт! Да, для такого портрета вполне подойдет небольшой софт. Если его поставить близко к модели, то размер, излучающий свет поверхности софта, будет большой, относительно лица модели. А если его отдалить, то он превратится фактически в точечный источник света. Здорово! То есть, меняя положение источников из светоформирующей насадки, можно создавать по характеру разные снимки в одном помещении. Да, все верно! Посмотри на снимки, которые я сделал для нашего урока. И это все снято с одним и тем же софтом. Основная задача световых схем – это создать светотеневой рисунок, который скроет недостатки и покажет достоинства. В данном случае я показываю на примере модели, потому что я – портретный фотограф. Ну и в предметной фотографии то же самое. На этом на сегодня все. На следующем занятии поговорим о фотозонтах. С вами был Павел Дугин и Falconice. Пока!